Доброе утро, дорогие друзья! Подростков югорской столицы приглашают в молодежные трудовые отряды. Об итогах кампании прошлого года и сезоне 2019 года мы поговорим с начальником службы занятости и трудоустройства молодежного центра Ханты-Мансийска Снежаной Судареви. Снежан, доброе утро. Доброе утро, Снежан. Расскажите об итогах прошлогодней кампании. Что это такое трудовые отряды? Сколько подростков потрудилось? Насколько успешно? Да, но у нас с каждым годом в связи с положительной динамикой и большим интересом подростков количество растет. В прошлом году это 680 подростков. У нас был очень в этом году, точнее в 2018, очень большой ажиотаж, огромный интерес. И в связи с этим в 2019 увеличилось количество рабочих мест. Сейчас у нас планируется принять 720 человек. Также у нас есть организации-партнеры, которые нам всегда помогают. Это жилищно-коммунальное управление. Они на своей базе планируют принять в летний период 30 человек. А еще раз, с кем вы сотрудничаете? Вообще, где ребята работают? Где они могут приложить свои усилия? Объемы работ нам предоставляет жилищно-коммунальное управление и дорожное эксплуатационное предприятие. Объекты работы это парки, памятники, улицы города. Общественные места, одним словом. Да, центральная площадь, детские площадки. Скажите, в 2019 году что-то изменится? Какие-то нововведения появятся? И с чем они связаны? Особых нововведений у нас нет, кроме увеличения количества мест. Так у нас будет все по-прежнему. А по рабочим часам? Рабочие часы и в 2018, и в 2019, 2 часа круглый год. То есть с марта по ноябрь практически круглый год у нас ведется трудоустройство. 2 часа. В прошлом году было точно так же. А с какого возраста подростки принимаются? Подростки принимаются с 14 до 18 лет. Сейчас хотелось бы мне так же сказать, у нас проходит акция, ежегодная информационная акция, работа есть. То есть это специалисты вашего центра приходят в школу и рассказывают? Формат акции это встречи, выездные встречи со школами, с учениками всех школ города, где подробно мы рассказываем о всех нюансах. А как много ребят, которые из года в год вам приходят на работу? Вы имеете ввиду повторника? Да, повторно, да. Вы были в 2015 году, вот пока на протяжении до 18 лет, каждый год есть такие, много таких? Да, у нас много таких ребят, и поэтому мы стараемся дать возможность трудоустроиться тем, кому только исполнилось 14, и кто еще ни разу не работал, так как это их первый трудовой опыт. Но, да, очень много повторных ребят, по наличию свободных мест мы их принимаем. А скажите, какие документы необходимы для трудоустройства? Для трудоустройства, для разной возрастной категории, разные пакеты документов. Ну, в основном это, как при любом официальном трудоустройстве, паспорт, ННС, НИЛС. Ну, и ряд разных бланков, которые можно подстрелить также на нашем сайте молодежь ХМРФ, или обратиться лично. Но родительское согласие необходимо? Да, это самый важный, обязательный документ. Потому что подростки, я знаю, очень хотят работать, и хотят сразу же много денег. И как с этим согласны ли родители? Это, да, это один из важных документов, обязательно родительское согласие. Также 14-летним ребятам требуется еще согласие с органов опеки. Какие-то медицинские справки нужны? Обязательно, так же, как при официальном трудоустройстве, как мы с вами устраиваемся на работу. Я просто давно устроился, я уже не помню, какие документы сюда принес. Они проходят обязательно медицинский осмотр. В этом году это справка 086У, то есть ее достаточно при трудоустройстве. Вот теперь самый главный вопрос. Сейчас же у нас подростки вместе с родителями смотрят и говорят, сколько? Сколько, сколько? Зарплата. В материальном. Эквиваленте. Да, зарплата. Два часа понятно, сколько они получат? За полный отработанный месяц в среднем это 6204 рубля. Ну, это тысячные деньги. Но там все тоже очень индивидуально, по каждому ребенку. В смысле? То есть зависит от того места, где будут трудиться? Нет. Или как? Просто у нас есть ребята, которые, допустим, уже по вторнике, работали ранее. У них там, ну это больше вопросы, конечно, к нашей бухгалтерии надо было с собой взять. Там у них есть нюансы уже, то есть у них уже какой-то вот этот опыт. Но это не вредный труд, да? То есть если они на вредном производстве, то они больше денег зарабатывают. Нет, они точно так же. Или в ночную смену. Они так же, у них же отчисления и на пенсию и так далее. Поэтому, да, у них чуть-чуть там выходит другая сумма. Отлично, хорошо. Ну и теперь самый главный вопрос. Когда? Когда стартует компания и как долго она продлится? Да, наш период работы вообще с марта по ноябрь. Старт у нас 1 марта. Вот очень много уже детей, кто сдали документы. Документы, да. Принимаем мы только вот, регистрация идет по полному пакету документов. А если бы до этого работал, то есть документы уже наверняка в базе есть или все равно нужно постовно доносить? Нет, вот здесь вот все подшивается, как точно так же у нас с вами. Это все эти документы хранятся 50 лет. Да, вы что? Поэтому нет документов, мы собираем все заново. Все отлично. Ну что ж, я думаю, что все... Скажите, по какому телефону можно получить дополнительную информацию? Да, вот я принесла тут такой небольшой буклетик. Так. Мальчики, девочки, дяденьки, тетеньки, звоните по номеру телефона. 3201-89, это служба занятости и трудоустройства, где ответят развернуто на все ваши вопросы. Большое, Снежана, вам спасибо. До новых встреч и хорошего дня. Спасибо.